После статьи Владимира Путина о России и Украине я вспомнил, что есть статья Юрия Ивановича Семенова, которая переплекается по тематике. Сейчас я пролистаю эту 35-страничную статью и зачитаю те фрагменты, которые непосредственно имеют отношение к текущей политической обстановке. В приложении я дам ссылку на данную статью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этнос или этническая общность, есть совокупность людей, которые имеют общую культуру, говорят, как правило, на одном языке, обладают общим самоназванием, осознают как свою общность, так и свое отличие от членов других таких же человеческих групп, причем эта общность чаще всего осознается как общность происхождения. Образование в 9 веке Единого государства Руси на территории населенной несколькими родственными племенами, полянами, древлянами, северянами, вятичами, кривичами и т.п. Продолжение следует... Они созданы историками много веков спустя после окончания данного периода в истории восточных славян. Прямой противоположностью этнической консолидации является процесс этнического расщепления или этническая дивергенция, разделение ранее единого этноса на несколько новых самостоятельных этнических общностей. Чаще всего это связано с распадом того или иного геосоциального организма. После монгольского нашествия Северная Русь оказалась под властью Золотой Орды, остальные земли Руси в конце концов вошли в состав либо Польши, либо Великого Княжества Литовского. В результате люди, образовавшие один этнос, оказались в составе разных геосоциальных организмов. Как уже отмечал и скажет социально-социоисторический организм, есть относительно самостоятельные единицы исторического развития. У разных социоров разные истории или, как нередко говорят, разные исторические судьбы. Вхождение людей, принадлежащих одному этносу в состав разных социоисторических организмов, означало втягивание их в разные конкретные исторические процессы, тем самым в разделениях исторических судеб. Это чаще всего, хотя и не всегда, и не сразу ведет к распаду ранее единого этноса на несколько самостоятельных этнических общностей. Именно это и произошло с русским этносом. Он распался на три новых этноса. Один из них сохранил старое название, два других с течения времени обрели иные – белорусы и украинцы. Впрочем, нельзя не отметить, что на территории Западной Украины вплоть до самого позднего времени население называлось русскими русинами, а жители Карпатской Руси, которая была отторнута от Руси еще в XI веке, так называют себя и до сих пор. Дальше пример про то, что жители Смоленщины не считают себя белорусами. Про сербов-хорватов. Был еще пример про ФРГ и ГДР. И вывод ключевой. Этнос и суть порождения общества. Общество первично по отношению к этносу. Поэтому то, что Владимир Путин пишет о стене, именно эта социальная граница, она действительно приводит к формированию этносов, к более четкой его разграничении. И как мы видели раньше в определении, что у нас это множество людей, которые создают как общность, так и свое отличие от других таких же групп, и действительно возможна ситуация, когда украинцы, они в большей степени осознают свое отличие, чем, допустим, русские от украинцев. Это вполне нормально. Продолжение следует... И украинцы Именно как общность своего происхождения Это воспринимают И поэтому все факты, допустим, могут трактовать Как будто они Исходно существовали отдельно Хотя на самом деле они просто выделились Из Скажем так, русского этноса Вот, но опять же Это ни в коей мере Не мешает им Осознавать свою общность И отличия Вот, в общем, статья очень глубокая Как тут в конце написано Окончание следует То есть Тема очень сложная Спасибо большое За внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!